Саш, ну вот я знаю, что ты человек спортивный и азартный. Мне интересно, увлекаешься ли ты картингом после работы? Ну, картингом это в смысле в картах играть. Нет, это в смысле ездить на скоростных машинах по треку. Нет, я человек старой закалки, поэтому в карты я играю только... в карты играю. Ты все-таки только в карты играешь. Это не картинг. А вот что такое картинг, мы вам предлагаем узнать из нашего следующего материала. Шум мотора, развивающиеся волосы и учащенное сердцебиение. Все это неотъемлемые атрибуты из жизни автолюбителей. Сегодня поучаствовать в гонках может каждый. Как и в будни, так и после тяжелого рабочего дня. Карт это простейший гоночный автомобиль без кузова. Для того, чтобы справиться с его управлением, достаточно всего лишь занять удобное положение и надеть шлем. У этой машины всего две педали, газ и тормоз, что значительно упрощает его управление. На картодроме можно встретить не только мужчин, а и женщин, влюбленные парочки и даже семьи с детьми. Ограничений по возрасту нет. Для маленьких посетителей главное доставать до педалей. Одновременно на трассе могут ездить четыре автомобиля. Среднее время дорожной схватки около десяти минут. Очень хорошо, когда ты ездишь за рулем и на трассе ты можешь выплеснуть ту негативную энергию, которая у тебя собирается на дороге и более спокойно потом ездишь по дорогам общего пользования. Как будто мы на Формуле-1. Одному неинтересно, а если толпой кататься, это очень даже интересно. Круто, поехали! Средняя скорость прокатного карта – 200 км в час, что позволяет ощутить всю динамику автогонок. Картинги на сегодняшний день – это достаточно такая интересная и, наверное, единственная альтернатива для молодых людей, у которых горячая кровь, которые любят покататься, заняться автомобильным спортом. Картинги – это не только адреналин, а хобби, с помощью которого можно развить полезные рефлексы, научиться лучше контролировать автомобиль и собственную реакцию на скорости. Насколько опасен или безопасен вот такой вот вид спорта? Практически безопасен. Если соблюдать все правильные правила безопасности – шлем, правильная обувь, курточка, то ничего страшного не произойдет. Они не переворачиваются. На карте может прокатиться даже человек, который никогда не сидел за рулем легкового автомобиля. Эта гоночная машина даже не оснащена коробкой передач. Рабочая неделя подходит к концу, на море ехать не хочется, а книги порядком надоели. Значит, пришло время делать то, отчего ты не останешься равнодушным. Ирина Борилюк, Максим Турчев. Утро нового дня.